Если в скором времени не решить вопрос с финансированием Инчуканского газохранилища, его придется закрывать, заявили в предприятии «Коннексус». Оно отвечает за инфраструктуру передачи хранения газа. Однако в комиссии по регулированию общественных услуг говорят, газовое предприятие пытается таким образом сохранить благоприятные для себя условия и после открытия рынка газа. С 3 апреля Латвия открывает рынок газа, и доступ к Инчуканскому подземному газохранилищу сможет получить любой. Это значит, что предприятие «Коннексус» — владелец газохранилища должно само искать поставщиков газа. Тут намерены добиться, чтобы расходы на содержание инфраструктуры оплачивали все потребители газа через специальный платеж, который бы выглядел как отдельная составляющая в общем счете за газ. «Есть ясные сигналы о том, что клиенты-поставщики газа не будут использовать Инчуканск как хранилище. Таким образом, они смогут больше заработать. А вместе со снижением объема хранящегося газа увеличиваются и расходы на содержание». В регуляторе общественных услуг говорят, что «Коннексус» давит на комиссию. И добившись того, что за содержание Инчуканца будут платить потребители, даже те, кто не использует газ, поступающий из газохранилища, предприятие перестанет быть заинтересованным искать клиентов. Отметим, что «Коннексус» также вправе просто включить эти расходы в газовый тариф. Но, как говорят в комиссии, это сыграет против самого предприятия. «Возможно, это давление, возможно, это просто недальновидное мышление. Повышение тарифа не гарантирует более высокие доходы. Даже наоборот, резкое повышение тарифов может сократить объем газа, который там будут хранить. Интерес участников рынка упадет. В долгосрочной перспективе это не будет в интересах ни самого предприятия, ни латвийских потребителей, ни балтийского рынка». Пока желание хранить газ в Инчуканце выразила предприятие «Латвэнерго», интерес есть и у литовских компаний. Однако этого пока недостаточно. Чтобы газохранилище могло в холодное время года обеспечивать нужды Латвии в газе, оно должно быть заполнено по крайней мере на 60-70%. Напомним, Латвия должна открыть рынок газа с 3 апреля, и спорные вопросы до этого времени нужно решить. Сергей Герасимов, Карлис Ройтис, Латвийская телевидение.